Путин и Лукашенко Вместе собираются бороться с нацизмом, но хотят мира, естественно Мы призываем к мирному диалогу, но при условии уважения нашей исторической памяти и правды Интенсивность атак оккупантов не уменьшается, но теперь стало понятно, что именно гонит их вперед Это не настолько в военном плане стратегические направления, как это в основном политически-стратегические направления для Путина В воздушных силах посчитали, сколько у России ракет и какие возможности к их постройке она имеет Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии И не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно и совсем не сложно Поехали! Российские войска захватили село Тобаевка на Купинском направлении и планируют передвижение в сторону Песчанова Об этом пишут аналитики Дипстейт В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику В оперативно-территориальном управлении Лиман стоит сейчас выбор Или рисковать стереть резервы для восстановления позиций Или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах Это логично и ничего тайного не озвучено Вместе с тем, россияне обстреляли Волчанск и кладбище в Купинске Они не оставляют в покое ни живых, ни мертвых, пострадавших нет Интенсивность боев по всему фронту не падает Но факторы, которые гонят российскую армию вперед, в основном политические На самом деле, на всех направлениях, на которые работают российские войска Либо же наступают, либо же штурмуют На самом деле, это не настолько в военном плане стратегические направления Как это в основном политические, стратегические направления для Путина Собственно, в его предвыборные кампании В целом, вся интенсивность боев, которая ныне идет Это попытки, в том числе в аспекте использования войска Силы российского войска Продемонстрировать необходимость, собственно, возможность силы Путина Что он якобы может управлять и контролировать армию и народ российский Чтобы показать себя как единственного и наиболее необходимого, нужного кандидата Либо лидера для российского народа Для ближайшие полдесятка, либо даже больше десяти лет С этим именно нужно объединять Вот такую интенсивность российских войск у линии фронта Так как в целом интенсивность не падает Уровень все еще высокий Есть также еще частичное накопление и усиление российских войск После больших потерь Поэтому иногда интенсивность их наступлений уменьшается Но это не от того, что российские оккупанты переходят на другие направления У России осталось меньше тысячи ракет Это посчитали в воздушных силах Вооруженных сил Украины Но речь идет только о высокоточных ракетах Плюс Россия наладила их производство И теперь к этому количеству добавляется еще примерно сотня ракет в месяц Останными данными это была приблизительно такая же самая цифра Как и попередний период Близько 900 ракет у них в высокоточных далекобийных На тому же рівні залишилась позначка Потому что ворог протягом этих трех комбинованных великих атак З 29 по 8 січня застосував велику кількість ракет Я нагадаю, что 29 грудня 158 засобей повітряного нападу Це и дрони, и ракети Ну уже понад близко 100 застосував 2 січня Тому попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась Ну це й мова йде лише про ті ракети, які є в переліку, там 8 типів В них ще є СС-300, не забувайте, дуже багато, якими обстрілюють Харківщину І інші авіатійні ракети, а також ракети, які розташовування ми в Криму проти корабельні і так далі Інженер российського заводу Алмаз-Антей застрелился Із-за прилєта ракети, зготовленої на його заводі по жилому дому в Харкові Об цьому пишуть российські медіа В предсмертній записці він написав, що це була ракета, к которой він приложив руку А в тому домі жила його бабушка, і вона погибла Але в Следственному комітеті РФ считають, що його все-таки убили А на предприятии начались проверки, в тому числе і контактів цього інженера Росія создает условия для оправдання своєї агресії в странах Балтий і других членах НАТО К такому виводу пришли аналитики Інститута изучення війни, основываясь на заявлях Владимира Путина і Александра Лукашенка І тем не мене, як після победи, так і сьогодні, ми призываем к мирному діалогу Але при условію уваження нашій історичній пам'яти і правду о той війне Ми відкриті любим дружественним шагам навстрічу і в Росії, і в Беларусі Путін також все чаще говорить о том, що він хоче мира, о том, що нацизм не побежден, правда І вже давно пітається создати ідеологію для Росії, яку він може використовувати для підтримання геополітічній конфронтції С Западом, яка напомінала б Холодну войну І Кремль може використовувати существуючю риторику о боротьбі з нацизмом, скажімо, І защите роскоязічного населення, як раз для підтримки цих усілий Кремль, можливо, вирішив, що простой нарратив о том, що Росія і інші держави борються з геополітічній нацистській силой Являється більш ефективною нарративною линією, чем попытка Путина апеллировать к російським гражданам і роскоязічним на території бувшого Советського Союзу І Російська імперія з ідеологією російського міра, яка базується на намеренно аморфних етнічніх ідентичностях, які не согласуються между собою і противоречат многонациональному составу Росії Кроме того, аналитики інститута обращають внимание на то, що Путін обвинил страни Балтии в принятии нацизма, що, вероятно, є частиною постоянних усілий Кремля по созданню інформаційних условій для будущей російській агресії іменно в цьому регіоні. Вместе з тем, в Росії формирується нова елита, по всевідомості, із тих, хто вернеться з войни і захочет пойти в политику. Ну а Путін, по всевідомості, хоче записати себе в актив именно то, що именно він сформирує эту нову елиту Росії. Іменно із цей категории наших граждан, особливо молодих граждан, а там в основному молоді, а я сьогодні встречался со студентами, які прерывали обучення, багато з них пішли в зону боєвих действий. Іменно із цих людей ми повинні в будущому формувати елиту страни. Не із цих, які там геніталі обнажають, чи заднє місце показують. Ну, такі тож нужні чудикі. Тож пускай. Але настояшу елиту страни, в руки которой можна передати Росії, можна сформувати із цих людей. А значить їх потрібно підтримувати, помогати їм потрібно. Будет ли эта елита состоять із зеків, которых помилували через войну, і які вернулись убивати к себе дому? А можна з тих самих студентів, які ушли воєвати вместо учеби, як знати? Ну, це означає, що всяких бувших ветеранів будуть приглашати в списки політичних партий, вони будуть сидіти в президіумах различних торжественних мероприятий і т.д. і т.п. Понятне дело, що вряд ли кто-то предложит їм стать, я не знаю, губернатором якого-нибудь регіона. Але це, що називається, свадебний генерал. В представлении Путина – це якісь куколки, котрих можна поставити на буфет, і вони там будуть стояти і зображати уваження, собственно, к людям. Спікер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон раскритиковал рассматриваемый в Сенате законопроект о границе и отправив колегам письмо, в котором поддержал тех, кто решил сорвать компромисс по пограничной і миграціонной политике. Предложение Сената, находящегося на рассмотрении, прямо разрешает до 150 тыс. незаконных переходов ежемесячно – 1,8 млн в год, прежде чем можно будет использовать любые новые полномочия по закрытию. К этому моменту Америка уже будет сдана. Республиканцы пытаются показать, что за время президентства Байдена в Штаты прибыло самое большое количество мигрантов в истории. Но этот документ должен разблокировать помощь для Украины и Израиля. Этот же документ, за который все никак не проголосуют, вероятно, и может угомонить неспокойный Техас. Конечно, если партии найдут компромисс. Голос Америки пишет, что если Сенат примет пакет мер по миграции и Украине, ему придется решить, выносить ли эту меру на голосование. И хотя спикер скептически относится к продолжению финансирования Украины, он также высказывается и за то, чтобы, цитирую, остановить продвижение Путина в Европе. Будем следить за этой ситуацией вместе. Венгрия будет претендовать на Закарпатье, если, конечно, Украина проиграет в войне с Российской Федерацией. Об этом заявил лидер венгерской ультраправой партии, которая в переводе называется «Наша Родина». «Наша Родина призывает к немедленному прекращению огня и миру. Если в конце войны государственность Украины будет утрачена, то, как единственная партия в парламенте, наша Родина будет претендовать на Закарпатье». Политик критикует действия Орбана, но не против российской риторики и дружбы с Россией. Также против ЕС и настолько же популистский, как и Орбан. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте оставлять комментарии под нашими видео. YouTube тогда понимает, что их можно показать еще кому-то. Ну, а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова